100 дней до чемпионата Донецк в преддверии мирового первенства по лёгкой атлетике среди юношей. По заявлению властей город готов уже на 80%. Что ещё предстоит доработать к масштабному спортивному событию, знает Анастасия Певная. За 100 дней до начала чемпионата мира среди юношей Донецку осталось решить два вопроса – организационный и финансовый. В правительственном уровне вверху необходимо выделить определённые средства для завершения работ и вопрос телетрансляции. Также это два вопроса практически, которые в стадии разрешения. Принимать первенство будет РСК Олимпийский. Ещё два стадиона подготовлены как резервный и тренировочная база. На реконструкцию спортивных объектов потратили около 160 миллионов гривен. Мы уже прошли на старт внимания и приближаемся к команде «Марш». Выполнена значительная часть подготовительных работ. На соревнованиях ожидают до 2000 участников. 400 из них уже зарегистрировались. Спортивный инвентарь, гостиницы, транспорт, волонтёры и службы безопасности готовы встречать гостей. Президент Национального олимпийского комитета отметил, после соревнований Донецку останется отличная спортивная инфраструктура. Чтобы она не простаивала, разнообразные первенства обещают проводить ежегодно. Прекрасная, шикарная инфраструктура, которая, смело можно сказать, она сегодня уже выглядит, что это лучшая инфраструктура для развития лёгкой атлетики в Украине. Украинские спортсмены сейчас готовятся к мировому первенству в Крыму. Участников определят в начале лета в Харькове. От Донецкой области в отборочном туре примут участие 10 спортсменов. Среди них бегуны и прыгуны. Наша команда будет представлена во всех видах. И, естественно, мы рассчитываем, к сожалению, не во всех видах, но мы рассчитываем на то, что у нас будут медали, не сомнение. Официальный талисман первенства Сусликастап. Для зверяка уже подготовили три комплекта одежды. Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Донецке в начале июля. За пять дней соревнований участники разыграют 120 медалей. Анастасия Певная, Игорь Монастырёв, телеканал Донбасс.